МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ветераны кафедры, что присутствуют наши дружественные университеты, университет Лезговта, педиатрический, северо-западный университет имени Мечникова и технологии дизайна представителей, преподаватели кафедры, студенты, ну и наши уважаемые ветераны и те, кто занимается сейчас и раньше занимались в сборных командах нашего университета. Сам по себе год образования кафедры 1934. На самом деле, где там было пятилетие, четыре с половиной года, когда реализовалась программа развития университета, которая на самом деле, мы ее до конца не дооценивали. Это была революция. Это сделано тогда, когда была программа выделена по развитию медицинского образования. В здоровом теле здоровый дух. И вот, честно говоря, большие системные меры были предприняты для того, чтобы это реализовалось фактически. И дальше 90 лет слой за слоем, слой за слоем создавался. Ну и, конечно, второй период мощного рывка. Это, конечно, Николай Алексеевич Лип, который здесь сделал вот этот комплекс и преобразовал в Аскелова и так далее. В общем, очень много было сделано и с точки зрения научного составляющего в развитии этого направления, но и практического, естественно. Поэтому мы все, потому и первый метод, что стоим на плечах гигант. Я очень благодарен, конечно, Алла Стольбовна вам, всему коллективу кафедральному, который, ну вот, без того, чтобы это был единый, так сказать, организм, этого не достичь никогда. Ну и эта выставка, это, конечно, вехи этого большого пути, который, в общем-то, многие здесь присутствуют, особенно ветеранов, считают своими периодами. И мы надеемся, что молодежь, которая здесь присутствует, будет тоже считать это своим периодом. Добрый путь! С праздником всех! Мы дважды уже становились среди 41 медицинских кузов страны «Ужин здорового указа жизни». Это конкурс всероссийский среди медицинских кузов, и мы дважды уже занимали первое место. Дважды мы занимали первое место во всероссийском конкурсе «Здоровый университет» среди всех общих кузов стран. Поэтому мы развиваемся, продолжаем развиваться, и я хотела закончить только словами Мишина Алексея Николаевича. Сколько болезней, столько и кафедр. И все эти кафедры занимаются лечением этих самых болезней. Но есть единственная кафедра, которая занимается не лечением болезней, а формированием здоровья и формирует здоровый образ жизни. Это кафедра физического воспитания и здоровья. Поэтому я желаю всем присутствующим здоровья. Обратите внимание на нашу интерактивную часть, посвященную студентам. Здесь также есть конверт с пожеланиями. На столе представлены листочки. Можно взять и написать пожелания к кафедре. И все эти пожелания останутся в конвертах нашего музея и будут увековечены. Вперед к дальнейшим победам. Большое вам спасибо. Кафедра работает со студентами первого, второго, третьего курса всех факультетов. Работает с высшим сестлинским образованием института, с медицинским училищем, с вновь образованными факультетами фундаментальной медицины, уже не считая, что подрасчетные стоматологи и так далее. Работа построена таким образом, что после распределения по медицинским показаниям студентов на группы, каждая группа может в нашем комплексе в течение семестра побывать в каждом зале. То есть это позволяет студентам не только готовиться к успешной сдаче НОРФ ВТО, но и также оздоровиться в какой-то степени. И, как Алла Аскольна уже сказала, большой у нас есть раздел. Это так называемое дополнительное занятие по физической культуре в поселке Васкило, на нашей базе. Это два слова об учебной работе. Передаю эстафету спортивной. Хочу сказать о нашем спортивном клубе. Называется он «Панацея». И наш спортивный клуб работает в трех направлениях. Первое направление – это группы спортивного совершенствования, где наши студенты в сборных командах защищают честь университета на всевозможных соревнованиях, и не только городских, но и всероссийских. Второе направление, в котором мы работаем – это студенческий спортивный клуб. Третье направление – это работа с сотрудниками. Так что наш клуб, наша «Панацея», я думаю, развивается в правильном направлении, и мы будем держать курс в дальнейшем. Сегодня для меня очень волнительный день. Я вернулась во второй дом, потому что у Николая Алексеевича не было различия между кафедрой и его семьей. И мы всегда считали себя, все члены семьи, считали себя членами кафедры физического воспитания первого медицинского института. И он считал еще, что врач не имеет права быть больным. А для этого нужны условия, чтобы человек мог прийти, заниматься, и в итоге стать здоровым и примером для своих пациентов. Я хочу сегодня сказать спасибо всем ветеранам, которые начинали с ним. Это был удивительный коллектив. Я поздравляю вас с сегодняшним днем, с этим удивительным праздником. Конечно, вот мы с сыном думаем, что Николай Алексеевич сегодня с нами. Спасибо вам. Уважаемый Сергей Федорович, Алла Аскольдовна, я отдельно хочу выразить огромную признательность и благодарность за ту память, которую вы сохранили об отце, и за то дело, которое вы продолжаете. Я вижу здесь моих учителей, моих однокурсников, моих друзей, моих старших товарищей. И хотел, конечно, всем пожелать огромного здоровья, крепчайшего здоровья. Потому что впереди еще очень много дел. Мы, скажем так, еще два молодые, равняемся на вас, уважаемые ветераны. Вы для нас пример, вы нам дарите силы. И еще раз всех с праздником. Благодарю вас за то, что вы делаете, за то, что вы продолжаете. Успехов коллектива, кафедра. Я проработала в институте 45 лет. Это еще тот рай-сарай, который стоял в агументарии. Но получили всегда удовольствие от всех занятий. Самое главное. Я здесь проходила практику из института Леновской. И мне предложили закончиться у вас практика. Приходите, у вас возможно. И я пришла. И это я совместила занятиями лично спортом. Занималась я спортом. Вот так издалека посмотрела вот это я академическое деление. В институте была на все подражения. И проработала, и в старшей коллективной комитете. Буквально везде. И это сочеталось с большим спортом, потому что я попала в сборную Союза. И таким образом завоевала пять медалей в Европу. А из клубов семнадцать время ради было. Сейчас осталось три. Это город стоит на воде. Это вид спорта, я считаю, самый здоровый, самый красивый и самый ценный. Если мне сейчас девяносто семь и восемь месяцев. Как только я пришла, я сразу попала в тот коллектив, от которого ушла. И тут началось с того, что комитет сразу подошел. И я восемьдесят с лишним лет села в их лопку. Мы-то в отходах вдвоем все медали в России. И в одиннадцатом году мы поехали на ветераны. Мир в Польшу. Мне было уже восемьдесят четыре. Там выступили. И один из наших ветеранов подошел ко мне в коллегосе. В двойку. Так как я выступала и в двойку, и пара выступала, сели в двойку и выиграли чемпионат мира по ветеранам. Вы спросите, что сейчас? Сейчас я приезжаю в Сибирск. Один наш ветеран создал там академическую карьеру. Не только карьеру, но и байдарку. На воде там чудесные условия. Меня дают одиночку. Я полтора километра еду на старт. Открываю сезон. И возвращаюсь. В девяносто третьем году. Уговорили. Попросили меня пройти в двойку. С одиночками соединили. И я выступала. Так вы знаете, туда пришло народу больше, чем всегда. Просто посмотреть на старуху, которая гребет в девяносто пять лет. Вот. Мне кажется. Я в своих родах очень не счастливаюсь. И всегда поможет. Потому что это все сознание, что ты все можешь. И ты за что бы ни взялась, это все должно быть благодарна и добро людям. Если все это сходится, то тебе жить интересно. И жить мы будем в своей интересной доброй стороне. Благодарю за внимание. Только я, наверное, мой учитель. Но он не в академической греки, к сожалению. Но с ней несколько лет проработал приемной комиссией. Я был на ответственном за курсы. Да. Я был принятый в севской местности. А Галина была моя шефа. Ну, а ещё я хотел сказать несколько слов о Николае Алексеевиче. Кафедра – это сколько у тебя студентов, сколько у тебя преподавателей, сколько у тебя учебных программ. Мы всё время в докладе Алла Скотина, где она это проиллюстрировала. И какая у него, наверное, техническая позиция. Вот когда Николай Алексеевич приступил, ну, практически, ну, чуть ли не на следующий год у нас уже физическое воспитание было на всех курсах, всех факультетах, кроме выпускного курса. Что касается учебных планов и программ, вот здесь Николай Алексеевич на учебной конкуренции, потому что металлист он был высшего класса, ну, что говорить, он был руководителем металлической комиссии на здраво. По сути, все планы и программы по физическому воспитанию для всех вузов медицинских нашей страны, они были разработаны под руководством Николая Алексеевича. Ну, и, наконец, высшее достижение, конечно, все-таки от спортивной медицины. Ну, и я хотел бы, чтобы мы еще не забывали, что Николай Алексеевич был очень сильным учебником. Он занимался вопросами новых национальной адаптацией, и психологической адаптацией к физическим нагрузкам, и тема правоохранительской диссертации, но эта тема была очень, как я его сказал, в те же времена, актуальная. И многих адаптаций, Николай Алексеевич занимался, и особенно космической адаптацией занимался. Машкаракова Авдея Ивановна делала диссертацию в докторскую полу по балеринам и танцевщикам Кировского адаптатеатра в адаптации космической системы оборудовательного аппарата. Так что там была действительно большая наука. Так что, дорогие коллеги, я думаю, что Николай Алексеевич, наверное, безусловно, приглашал число тех руководителей кафедр, которые состоят в славу нашего университета, независимо от того теоретические кафедры, медико-биологические, клинические кафедры. Вот он из этого разделил. Хорошо. Наталья Николаевна, вам здоровья. Большое спасибо. Василий Николаевич, вам тоже. И всегда будете нам отдать под нашим уважаемым директором Николаевичу Алексеевичу. Мы же с вами родственники. Вот те архивные документы, которые есть на моей кафедре, они говорят о том, что в 1927 году с открытием кафедры санитарной тактики началось в нашем университете преподавание военных дисциплин. Ну и, собственно говоря, физкультура также входила в эту кафедру санитарной тактики. Я благодарен судьбе за то, что она дарит мне возможность общаться с замечательными людьми, близкими мне по духу. И этим подарком я бы хотел пожелать всем сотрудникам кафедры оптимального давления, нормальной температуры и времени, которое у вас должно быть для занятия физкультурой. С праздником, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу напомнить слова Заболоцкого. Желаем вам расти, цвести, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути – главнейшее условие. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас, наверное, период энициации, период большого рассвета. Посмотрите, в каких-нибудь корректных условиях. Кафедра. Я посчастливаюсь быть на базе Брестка. Это просто не узнать, что было и что стало. Ну, замечательно просто. Но у вас другие трудности? К вам пришла молодёжь, компьютерная молодёжь, которая тяжелее ручки, а, да, больше ничего не поднимала. Попробуйте-ка её заставить заниматься, так сказать, спортом. А впереди что ты, компьютерная молодёжь? Впереди. Бессонные ночи, суточные дежурства, работа после этих суточных дежурств – это 10-летие. А куда они без физической культуры спорта пойдут? Никуда они пойдут. Идут они отсюда – всё. Представьте, сколько вам придётся сейчас много работать. Но, так вот, вещами я здесь иногда бываю. Смотрю, с каким энтузиазмом молодые преподаватели занимаются. С ребятами очень сильно нравится. Надежда на будущее прекрасна. Спасибо. Вы коллеги, и я вас тоже ценю, люблю и уважаю. Всего вам доброго, и вашей как-то ребят. АПЛОДИСМЕНТЫ Не Homosko АПЛОДИСМЕНТЫ Первый мест всегда первый!